Я не боюсь трансформации. Трансформация – это, может быть, и правильно. То есть, я боюсь, что останется, как было совсем. Когда происходят такие трансформации, есть победители, есть проигравшие. Как сейчас народ в университете воспринимает это? Есть же, это не секрет, есть же и обиженные. Не бывает однозначного взгляда на все проблемы. Всегда есть люди, которые отсюда смотрят, отсюда смотрят. Я могу сказать про молодежь, однозначно совершенно, что молодежь ей интересна. То есть, если был химик какой-то, занимался проблемами, потом привели сюда нефтяников, медиков, фармацевтов, это стало очень интересно. Раньше это была просто химия. А потом он увидел, что из его химии получается совершенно конкретная вещь, которая интерес вызывает у всех. Она публикуется в хороших журналах, за нее дают патенты, за нее какие-то компании деньги платят. Понимаете? То есть, вот эти трансформации, вот эта междисциплинарность, она увлекает молодых людей. Вот это поколение Z это увлекает. Потому, что нет скучности. Вот вы учились химии, учились физики, например, и вы вдруг начали медициной заниматься. Биология, медицина. Знаете, как здорово, интересно. То есть, он начинает познавать совершенно новую область. Он начинает проникать в клетку. Раньше занимался EMR, что-то такое делал, какие-то молекулы смотрел. А потом говорит, что посмотри молекулы внутри клетки, там есть молекулы, вот что-то такое, вот рибосома, там есть вот такой отросток, давай по EMR посмотрим. Он говорит, я вижу его, вот в этой рибосоме он вот такой, с ООН-группой, а вместо нее там стоит какая-то другая группа, скажем так, он начинает видеть, что вот его инструмент оказывается колоссальное влияние начинает влиять на познание живой природы, живого мира. Понимаете? То есть, это очень интересно. И я думаю, что это, конечно, человек, который занимался, может быть, раньше конкретно, чем чьей-то какой-то вещью, ему это может быть неинтересно. Ему кажется, что его разрушают, его вот устроят там. Уютный мирок. У него был хороший мир такой. Он там хорошо жил, публиковался там, гранты какие-то имел там, ему было хорошо. А ему говорят, слушай, вот давай вот, это же болото. Он говорит, какое болото? Я же все хорошо у меня, у меня все хорошо. У меня такие вот индексы, я тут хорошо все делаю. По сути, он занимается, он болото создает, по сути дела. И когда вот ребята начинают от него уходить, он начинает там шуметь, говорит, что вы делаете, разрушаете все, устой. Ну, знаете, вот не бывает, однополярного мира не может быть. Он всегда поляризуется, да, мир. Точно так же существует борьба противоположностей. Вот всегда. Если помните анекдот про Тамерлан, Тамерлан с войском вышел в степь, идет, идет, слушай, день идет, два идет. Он говорит своим маршалам, говорит, слушайте, ребята, может, мы не сюда идем, врагов, говорит, что-то не видно. Понимаете? Поэтому, если нет врагов, значит, вы куда-то не задойдете. Наверное, в этом тоже есть смысл какой-то, значит, понимание процесса, правильный процесс. Если у вас нет совсем врагов, значит, что-то вы не то делаете, видимо.